Всем привет! Сегодня у нас микро-обзор на две посылки. У нас середина ноября на дворе. Ну, вы, вероятно, смотрите уже где-нибудь в 2024 году. Вот оно, как я затягиваю выпуск роликов. Затягиваю их, накопилось, и я их выдаю постепенно. Итак, первая посылка. Нарушаю я свое правило, начиная сначала с посылок. Размера поменьше, потому как я догадываюсь, что здесь в коробке у нас заведомо не очень большие вещи. Не знаю, что-то здесь может быть завернуто, но, по-моему, здесь нечем быть завернутым. Скорее всего, это просто варики. Да. Для смягчения обстоятельств. Здесь у нас логотип магазина, старые провода. 4-х спинон-вольтовые, слож 12-ти вольтовые и пульт для поезда. Да, мне понадобился еще один пульт. У меня три поезда на блютузе и, соответственно, три пульта. Поднайблс четвертый. Есть одна идейка, о которой, возможно, как мне надо будет рассказать. И здесь у нас, собственно, небольшие артефакты эпохи. Здесь, в частности, у нас пункта из 90-х. Судя по всему, из второй половины, так на вскидку смотрю по деталям. Каталог запасных частей. Вижу. Хотя нет. Судя по всему, пораньше. Потому что есть 4,5-вольтовые еще элементы. И при этом есть уже 9-ти вольтовая система. Посмотрю. 89-й год. Здесь, конечно, не 9-ти вольтовая система в полном смысле этого слова. Но здесь вот есть у нас батарейный блок. И есть провода. И есть моторчик для монорельца. По-моему, только там тогда система использовалась. Вот. И еще у нас есть штучка, которая, наверное, поможет мне в обзоре Bionicle. Это вот такой вот мини-буклет, плакат одного из Bionicle. И на обратной стороне у нас имеется, так сказать, мини-таллог, что ли, тех времен, где рассказывается про некоторые интересные вещи. Второрс-модельки. Лего Хом уже рекламируется. Монстр на фоне. Все крушит. Собственно. Монстр, заходи в кадр. Не стесняйся. Собственно. Это все было заказано, как последовало для котиков. И что же у нас здесь? А здесь у нас на самом деле кое-что очень интересное. В какой-то мере для рядового пользователя бесполезное. Но в умелых руках это должно стать чем-то полезным. И да, кстати говоря, я забыл, как бы, за долгое время заклеить персональные данные. Надо будет потом это на постобрабровку играть. А то пришлют мне, какие-нибудь страшные люди, что-нибудь домой. Пропущение. И здесь у нас лод с eBay, в котором было 50 неработающих проводов от 9-ти вольтовой системы. Вот. Зачем я их заказал? Ну, во-первых, собственно, есть гипотеза, что что-то может оказаться работающим. Например, я вот смотрю на провода, которые мне попались раньше. Несмотря на то, что я вижу явные следы 9-ти вольтовой ошметки, 9-ти вольтовых ошметок внутри пакета. Этот провод выглядит целым. Не ломается, по крайней мере, от каких-то легких прикосновений. И, возможно, провод даже живой. Но в любом случае это оригинальные провода. Их можно разобрать. К ним можно прицепить новые провода. Новые провода ко мне, кстати, на днях тоже приехали, буквально сегодня, с Алиэкспресса провода. До этого у меня были провода с eBay из Америки. Вот. Котик примеряет тем временем конверты из Сибы на голову. Котик, иди погуляй. Вот, собственно, у меня плана эти провода ремонтировать. Сейчас, собственно, закончится ромчаться. Отправлю я все это дело куда-нибудь в коробку для дальнейшего пересчета. Вот. Ну, на этом прощаемся. Скорее всего, это будет склейка из нескольких мини-распаковок. Вот. Или дополнение какое-то из распаковок. Всего вам доброго. И надеюсь, у вас все там в 2024 году хорошо. Не порешевать дополнение к ролику. Там у нас котик на фоне играет с электро-рыбой, не обращайте внимания. А провода по большинстве рабочие? Во всяком случае, частично. То есть, например, вот этот провод у меня удалось заставить работать под каким-то невнятным углом. Вот винти моргает. То есть, на самом деле, в принципе, какие-то из проводов возможно даже получится использовать в моделях без переделки и доработки. Я, правда, пока не могу понять, насколько оригинальная на них изоляция, потому что уж прям неплохо сохранились. Но выглядит так, как будто бы это просто реально провода забракованные, достаточно быстро и просто. И, ну, типа реально для каких-то моделей они подойдут без переделок. Да, и купил я их где-то там за... Появится у вас на экране ценник заказа, скриншот. Вот, купил я их примерно за, там, доллар за штуку. Может быть, даже дешевле, если бы я воспользовался услугой моего товарища в Америке. Вот, но он так завален моими поселками сейчас. И все никак не может их успешно мне передать. Так что, тратил сучу на доставку. Но в любом случае, это не дешевле лотов на бреклинке. Вот, и там, по большинству случаев, были бы прям рассыпающиеся провода. Очень фигового качества. Часто с пометкой «Нерабочие». Вот, а здесь они хоть с пометкой «Нерабочие», но частично живые. Будут разматывать всю кучу. Это значит, что их точно 50. Всем привет. Распаковка с больным голосом, с мусором всяким разным на столе. Вот, в бардаке с одной камерой, без микрофона. Поехали. Собственно, у меня все почти уже спаковано. Причиной этому служит то, что посылки заказывались, и нужно было кому-то что-то отдать. Или посылки заказывались, и не самому что-то было нужно. Вот. Например, вот эта посылочка была распакована сегодня. Здесь у нас немножко электроплейтов. Много очень красных плейтов. Этих техник-бриков, которые, собственно, нужны. Ох, стол чем-то пашк рябал. Ладно, здесь еще отмоется. Вот, собственно, нужны для того, чтобы собирать наборы из 80-х, конечно. Вот, которые будут собираться с техник-контрол, или как он там называется, в общем, оттуда. Это вот излучатель космический, по-моему, может, не космический. В общем, не помню, 9-ти вольтовый. Когда-нибудь мы его к чему-нибудь подключим и послушаем. Здесь у нас вот такая небольшая фигуренка с принтом СССР. Когда-то не случайно наткнулся на бриклинки. Ну, не с принтом, а с наклейкой. И взял немножко зубчатых колес. Человечек поездатый, которого нам не хватало. В наборе поезда, обзор которого был на канале. Голова такого человечка. Потому что тело было, а головы не было. Можно сделать в таких человечках несколько. Тоже детали для осей. Пыльный плейт. На замену мне. Деталька для одного из наборов поездов. По-моему, мойки 9-ти вольтовой. Я случайно погнул комплектную. Вот это то, что приехало сегодня. Так, двигать нам некуда. Двигалка у нас сейчас сопротивляется. Я тебе дам. Вот, что-то из посылок, пришедших до этого. Небольшой колпачок. Два 9-ти вольта, 9-ти вольтовых лампочек. Еще одна свистелка, перделка для 9-ти вольтовой системы. Собственно, вот таких лампочек 9-ти вольтовых у меня, по-моему, еще не было раньше. И вот так, собственно, колпачки работают. Тут на них есть разных цветов. Тут батарейный отсек 9-ти вольтовый. Отвертки под руками у меня не видать. Но надеюсь, что они не окислившиеся. Они в целом не настолько старые. Конечно, можно фиковые батарейки засунуть и в новый блок, но надеюсь, что он ценный. И немножко старых проводов 12 и 4,5-вольтовых, которые тоже мне в скором времени, надеюсь, пригодятся в следующем году. Ну, еще посылка, по-моему, шла в месяц-две на календаре. Вот эта вот история. Порвал зиплок. Ну, ладно. Здесь у нас путь для поездов. Была у меня идея. Она еще остается, что с ней сделать. Маленькая ось, которая мне ни к чему особо не нужна. И... Или нужна? Нет, не нужна. Вот еще провода 12-вольтовые. И, собственно, все. И визитка магазина не рекламирует. До этого у меня был заказ. Хвостик, увидите, пожалуйста, свой. Здесь у нас лежат всякие разные детали. Надеюсь, они поинтереснее. Ну, во-первых, к сожалению, не успела к обзору мини-фигурка. К обзору крепости Эльдорадо. Вот такой старый гвардеец. Без мушкета. Вот. Люкзачки. И аксессуары цвета отличаются. Сейчас коричневый у нас Рэйдиш Браун. Типа красно-коричневый. Тогда он был просто коричневый. Как говорится, даже такой цвет. Загадаем, меняется. Вот, собственно, ради чего были сделаны заказы вот этими осями. Почему-то Ребрикабл у меня добавил вот эту ось без цвета. Ну, был список желаний. А, собственно, ось нужна была с цветом. А вот эти темно-серые оси, они были только в одном наборе. И мне, собственно, в этом наборе этой оси не хватало. И на приколинке их было столько пять всего предложений. И не все цены были адекватные. Ну, та-намая шестеренка. Фигурка котенка. Котика. Вот такие вот фигнюшки, которые, не знаю, для чего даже нужны, но где-то нужны. Вот такие различные аксессуары для флекс-системы. И вот такие вот оси. Да, это ось, она четырехгранная. Которые снабжаются дополнительно гаечками. То есть такие можно встретить в разных конструкциях 90-х. Например, и мы усиливали систем поворотные столы большие. Когда еще у нас не было поворотных столов Лего Техника. Что еще? А еще у нас все-таки немножко распаковки сегодня будет. Сегодня... Нет, вчера выложил как раз ролик про распаковку, где я порвал инструкцию. А вот здесь у нас, я надеюсь, компенсация этого случая. Все упаковано в пакетики, как и постфуде. Да, а здесь у нас, во-первых, целая непорванная инструкция для вот этого экскаватора. Ну, вчера, я имею в виду, сегодня у меня, по-моему, 11 декабря. Вы это смотрите, наверное, где-нибудь летом уже 2024 года. Судя по той скорости, которую выкладываю, здесь вот инструкция для ремонтной бригады. Набора у меня есть, а инструкции к ним, по-моему, не было. Я здесь ничего не перепутал. Вот, и давай, смотри, пакетики. Батарейка в телефоне скоро сядет. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас фигурка такого инженера Space-программы из 90-х конца. Кстати говоря, может быть, кто-то знает, откуда вот этот логотип. Мне кажется, что, типа, где-то я его встречал и казалось. И, собственно, да, не так давно я смотрел впервые фильм, по-моему, «Контакт» называется. В общем, фильм из 90-х про женщину, которая занималась астрономическими исследованиями с помощью радиотелескопов и, собственно, приняла сигнал «За нового мира». И там все вот это дело развивается и продвигается. Здесь мини-фигурка женщины из каких-то произдатых наборов. Берет кепочка. Вот, и, собственно, там в одном из кадров на папках у людей мелькает очень похожий логотип. Там, по-моему, речь идет про ресива. Вот, я пробовал делать стоп-кадры. Очень все мутно и плохо. Надо искать фильм в хорошем качестве, скачивать. Чтобы не пиратить, конечно, по-хорошему, покупать Blu-ray диски и Blu-ray проигрыватель. Ну, ладно, это я уже иронизирую. А здесь у нас, конечно же, балки красные. Это все, да. Когда-нибудь, конечно, у нас станет так много балла, как на канале Брик Эксперимент. Ну, Брик Эксперимент, простите, он был аманный. У меня не кембриджский. И здесь тоже красные и блоки. Я не удивлюсь, здесь тоже у нас будет красный техник-балк или что-то подобное. Страшно подумать, что там может быть там. О, нет. Здесь была какая-то странная деталь, похожая для поезда. Ну, да, здесь очень похоже, что вот есть место как раз для фар поезда. Докумник нет под рукой. И для лампочки, например. Вот, а здесь, например, для магнитика сцепочного. Вот такое маленькое у нас сегодня. Что сегодня у нас маленькая? Кучка у нас маленькая. Вот, маленькое животное у нас где-то ходит, нифига не маленькая орет. И съемка с рук под другим ракурсом. Не заметил я в какой момент у меня разрядилась прошлая камера. Схватил другой агрегат. И, соответственно, доснимая чего я на распаковывал. Если не шпатизинственным конверсом сегодня, у нас лежали в основном вот такие вот балки. Техник. А, собственно, еще вот такая вот штука была для поездов. Вот такие мини-фигурки. Одна из поездов по новей, другая из космоса. Конца 90-х. Вот такие две инструкции для поездатых наборов. Ох, вот он вернулся, свежий, покакавший. Молодец. Трогать мои детали своими лапами, да? Конечно, конечно, зачем нам мыться? Мы будем нести грязь из туалета на стол. Радость весь в отца. Вот. Ну, собственно, все. Всем пока. Люблю всех. Наверное, это кусок, встроенный в какие-то другие распаковки. И вы это где-нибудь летом 2024 года посмотрите. Кс-кс-кс, персик.